В Латвии продолжают обсуждать итоги референдума о предоставлении русскому языку статуса государственного. Напомним, в минувшую субботу граждане страны смогли выразить свое мнение по языковому вопросу. И три четверти проголосовали против уравнивания русского языка с латышским. Наша съемочная группа узнала мнение о результатах референдума у жителей самого русского города Латвии, Договпилса. Сегодня русский язык имеет в Латвии статус иностранного. По результатам обработки данных февральского референдума за предоставление русскому языку статуса государственного проголосовали 273 347 человек, или 25% голосующих. Против высказались, соответственно, 75%. Но в Договпилсе, центре юго-восточного региона страны Латвии, картина обратная. Только четверть жителей города высказались против уравнения русского языка с латышским. В целом по региону голоса разделились пополам. Референдум только закончился. Он, может быть, закончился в организационном плане, но, к сожалению, вся волна и эмоции, которые были накануне референдума, они пока имеют место еще быть. И действительно, мы один из городов, который проголосовал и показал такой большой процент, потому что, наверное, это не случайно и закономерно, поскольку у нас город русскоязычный. И так и сложилось исторически. Возможно, и не надо было именно второй государственный язык, но признание его необходимо, потому что, наверное, процентов, я точно не помню цифру, но где-то 40% населения здесь русскоговорящих. Он нужен для общения, опять-таки для сближения народов всех. Русский язык является языком общения не только русских людей, но и представителей многих национальностей. К примеру, в Даугавпилсе проживают 10% белорусов. Украинцы также предпочитают общаться с соседями на русском. Глава старообрядческой общины Латвии заявил, что уже 350 лет староверы живут на земле, где в 1918 году образовалось латвийское государство, в основании которого староверы, кстати, участвовали. И сегодня очень обидно, что наш родной язык, русский, здесь признан иностранным. В результате, так сказать, 20-летнего правления национальной, так скажем, элиты привело к тому, что страна как бы распалась на две таких самостоятельных общины, на латышскую и на русскую. И этот вопрос о втором государственном языке, он был неизбежен. Конечно, много голосов русские здесь взять, естественно, не могли, потому что их физически меньше. Но однако, вот, по Даугавпилсу результаты прекрасные. И мы сейчас вот будем ждать, какова же будет реакция правящих руков, и когда, наконец, будет реактивизирована рамочная конвенция, которая принята в Евросоюзе, но в Латвии не до концерта в СССР. Вот сейчас, опираясь на эти результаты, мы будем этого ждать. Глава староверческой общины отметил, что имеет смысл добиваться того, чтобы русский язык имел в латвийском государстве статус официального, как это предусмотрено рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств. В местах проживания русских людей, как минимум. Мы тоже предлагаем о региональном статусе языка во многих городах. Те, которые показали больше процентов при голосовании русского языка. То есть, я считаю, эти вещи вполне нормальные, да, и это, в принципе, статус регионального, он может быть вне закона. Русскоязычные жители Латвии могут понять и этнических латышей, которые в своем большинстве проголосовали против предоставления русскому статуса государственного языка. В этом прибалтийском государстве в результате оттока молодежи на запад носителей латышского языка становится все меньше. Отсюда и фобии маленького народа. Я живу с латышом. Он ходил, он голосовал за то, чтобы сохранить свой язык. Это маленький народ. Латвийский язык – не развивающийся язык. Он язык как бы застывший. И не такими методами нужно его беречь. К сожалению, одним из итогов референдума может стать торможение инициатив по предоставлению латвийского гражданства 300 тысячам русскоязычным негражданам, которые родились в Латвии или прожили здесь большую часть своей жизни. Предстоятель Латвийской Православной Церкви, митрополит Рижский и всея Латвия Александр, в связи с референдумом заявил, что главное, чтобы общество не было расколото еще больше. Кстати, в Православной Церкви Латвии языковой вопрос не стоит. Службы совершаются и на церковнославянском, и на латышском языках. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Латвия, Доугавпилс, Рига.